Ассалам алейкум! В эфире телеканал ННТ новости Дагестана, в студии Карин Даниф и в начале коротко о главном. Дороги сузились до невозможного. Из-за чего это происходит, а также другие проблемы транспортной логистики, обсудили на совещании в правительстве. Куриные лапки и креветки не попадут на прилавки дагестанских магазинов. Россельхознадзор не пропустил груз из Турции через границу. Два золота, серебро и две бронзы. Об итогах выступления дагестанских борцов-классиков на международном турнире памяти Сураката Осиятилова расскажем в выпуске. Навести порядок на дорогах в полном смысле этого слова потребовал глава правительства от профильных структур и ведомств. Участники совещания обсудили широкий спектр вопросов, призванных обеспечить безопасность в сфере транспорта и логистики в регионе. О чем конкретно говорили и к чему пришли, расскажет Патимат Ханабова. Обстановка на дорогах Дагестана остается сложной. Такой вердикт выносил на совещании каждый докладчик. Количество ДТП растет, как и число погибших в авариях. Премьер-министр республики остался недоволен положением дела. Абдул-Муслем Абдул-Муслемов призвал не заниматься констатацией фактов, а искать пути решения. Ну так не должно быть страшно назвать цифру. Я даже не хочу назвать эту цифру еще раз. На это все смотреть, опять-таки быть статистом, что ли. Офицерами связи докладывать. На следующем совещании, на следующем совещании. Сужение дорог нередко приводит к ДТП. Этому вопросу на совещании было уделено особое внимание. Незаконное размещение коммерческих объектов на транспортных магистралях создает массу неудобств. В муниципалитетах региона зафиксированы многочисленные факты захвата части дорог. Я вам очень признателен за то, что вы подняли эту проблему эмоционально. Для меня это большая проблема. Потому что мои коллеги, мои коллеги по всей России, они занимаются только придорожной полосой. Я сейчас воюю за полосу отвода. Вот сейчас в Дербенте, в городе Дербенте, у нас был там большой скандал. Я просто-напросто железобетонными блоками перекрыл в районе Южной автостанции, перекрыл. И весь бизнес перекрыл. Почему? Потому что весь этот бизнес на 2-3 метра, он зашел на территорию дороги. То есть тот участок земли, который под дорогу отведен. Я не говорю о придорожной полосе. У нас 7 тысяч объектов сервиса, которые сервисом нельзя назвать. Это не придорожный сервис, который разрушен вдоль трассы. Это просто объекты бизнеса. Банкеты, залы. Там любые, какие угодно. Особенно, что-то говоря, создает проблему именно эти цеха. Для какой-то цели все эти цеха выставили. Дальше идет там поселок Викри. Там идет ворота выставили. Все ворота, они вдоль трассы продают. Как будто ворота такой товар, который нужен автомобилистам. Надо снести, надо вытескать. Я целиком и полностью, хоть один час на эту должность буду поддерживать. Надо снести. И банкетный зал, и заправки надо снести. Так же не бывает. Мы сами себе создаем такие условия. Что мы оставим наших потомков? Если подумать назад, 30 лет тому назад, например, проспекта Ахушинского, какой он был? И посмотрите, во что ее превратили. И все здесь, и главы муниципальных образований, на ваших глазах это все происходит. На территории ваших районов. И вы спокойно сидите там и смотрите. И ищите крайнего, если какое-то детство произошло. Вы как это не смотрите, когда дороги захватывают? Уважаемые главы муниципальных образований, прекратите продавать придорожные участки земель. Прямо протокол можно убить этот, Рамзан Джабанович. Если хотят бизнес развивать, пусть развивают цивилизованность, они на дороге. Как можно подумать о ежеменитом своей выгоде и не подумать о последствиях, которые могут быть для всех? Ну хорошо, как мы будем, если что случится, эвакуировать людей? Через троллейбусное кольцо? Или, например, через проспект Амитхана Султана? Или через паредукторную поселку? Кроме того, глава Кабмина порекомендовал увеличить количество нарядов ДПС, хотя бы на точках с высокой аварийностью. По словам Абдул-Муслимова, такую практику давно внедрили соседние регионы и вполне успешно. По тематам Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. И к другим темам. Сергей Меликов поздравил правоохранителей и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, который традиционно отмечается 10 ноября. Ваш самоотверженный труд – это гарантия безопасности и покоя дагестанцев. Служба в органах внутренних дел никогда не была легкой. Вы всегда на передовой борьбы с преступностью, на страже закона и правопорядка, говорится в поздравительном тексте. Председатель правительства Абдул-Муслим Абдул-Муслимов почтил память сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. Церемония прошла у мемориала памяти в сквере напротив здания регионального МВД в Махачкале. В мероприятии также принял участие министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. С ходом реконструкции автомобильных пунктов пропуска на границе с Азербайджаном ознакомились члены представительной делегации Верхней Палаты Парламента России во главе с первым заместителем председателя Совета Федерации Александром Яцкиным. В рабочей поездке сенаторов, посетивших накануне республику, сопровождал спикер Дагестанского парламента Заур Аскендеров. Это рабочая поездка по поручению Антины Ивановны Матвеенко. К нам приехали коллеги Совета Федерации во главе с первым заместителем Яцкиным Андреем Владимировичем. У Эльтины Ивановны этот проект находится на личном контроле и это придает особый статус. Поэтому коллеги это не первый визит и естественно он будет продолжаться до его завершения. На пунктах пропуска Тагиркен-Казмоляр и Новофиля работы пока не начаты. На данном участке еще предстоит провести главэкспертизу и заключить контракты на проектирование. А вот реконструкция на одном из ключевых объектов транспортного коридора Север-Юг на КПП Ярак-Казмоляр в самом разгаре. Здесь уже задействованы все шесть полос движения. После завершения работ пункты будут оборудованы дополнительными местами для проверки товаров, что позволит увеличить грузопоток и ускорить ввоз необходимой продукции в страну. Понимаю, что эта проблема связана в том числе с сложившимся внешним санкционным давлением, потому что увеличилось количество грузов, особенно скоропортищего, из дружественных стран. Очевидно, что нагрузка в первую очередь на автомобильный транспорт. По итогам нашего выезда сюда в Дагестан мы подготовим отчет председателю Совета Федерации. Поверьте мне, что это проверка пунктов пропусков не только в Республике Дагестан, но и на Дальнем Востоке, и Сибири, и на Урале. Все пункты пропуска – это общая задача решения развязки наших коридоров север-юг и запад-восток. Мы смотрим, что Дагестан имеет такой транзитный потенциал. Но надо помнить, что не все через пункты пропуска можно провести. Так, Дагестан остался без куриных лапок и креветок из Турции. Дело в том, что Россельхознадзор не пропустил 4 фуры с данным грузом. На минувшей неделе на участке российско-азербайджанской границы работники Россельхознадзора задержали 4 фуры. Общий вес груза составил около 80 тонн. Три больших груза с замороженными куриными лапками общим весом около 58 тонн следовали из Турции в Республику Беларусь. Согласно реестру предприятий, отестованы для ввоза продукции в страны ТМС, ввоз мясопродукции от данной экспортера ограничены с 2015 года. Еще один автомобиль с 18 тоннами свежемороженных креветок из Ирана сопровождался недействительными сопроводительными документами. Переводчик представил госинспекторам Россельхознадзора над транспортерами груз ранее оформленный сертификат. В связи с вышествованием указаны грузы, возвращены грузу отправителям. Пенсионеры активно вытесняют молодежь из ТикТока. Специалисты выяснили, что пользователи возраста 55 лет и выше – это единственная аудитория, у которой активно растет интернет-трафик в этом видеосервисе. С января этого года мобильный трафик среди старшего поколения в данной соцсети вырос более чем в дважды, в то время как число пользователей от 36 до 54 лет выросло незначительно, а активность молодого поколения в ТикТоке, которая являлась традиционной, постепенно снижается. Два золота, серебро и две бронзы. С таким результатом дагестанские борцы классики завершили свое выступление на турнире памяти Сурраката Асиэтилова. Поворотся за награды приехали спортсмены из 25 регионов России, а также из Белоруссии и Эстонии. Итоги в материале Курбана Рагимова. Воля к победе и желание выложиться на все 100%. Вот что привело Даниала Агаева к золоту Алиевского турнира в весе до 63 килограммов. Под восторг болельщиков классики из Буйнакского района за считанные секунды до финального свистка переломил исход встречи с новосибирцем Беркутом Жакыповым. Четвертый международный турнир среди юниоров в памяти Сурраката Асиэтилова собрал 27 команд. 25 представляют регионы России, еще две дружины из Белоруссии и Эстонии. Всего порядка 150 спортсменов. Сильнейших определяют в 10 весовых категориях. И очень хорошая борьба идет. Вот сейчас мы даже смотрели одну схватку, где боролся наш земляк, Агаев Даниал, он и победитель первенства России. И среди юношей он в сборной России под первый номер. Борол отборолся красиво. И сейчас будет еще у нас много ярких схваток. И на этом турнире будут расти многие борцы всей России и нашего Дагестана, конечно. Не всегда удается отбороться на таких соревнованиях. Я думаю, ну, дай Бог нам здоровья. Каждый год будем проводить этот турнир. И у нас будут скоро первые чемпионы мира и олимпийские игры. В предыдущие годы турнир был проверочным стартом для российских кандидатов на участие в первенствах мира и Европы. В этот раз по понятным причинам такой задачи нет. Но, несмотря на это, в Каспийск приехали первые номера страны во главе со старшим тренером юниорской сборной Николаем Моновым. В любом случае, каждый старт – это большой опыт. А международный старт – это неоценимый опыт и вклад именно в развитие нашего молодого поразающего поколения. Ну, а юниорская борьба, юниорский возраст – это та возрастная категория, где недостаток международных стартов. И вот у нас, и на сегодняшний день, даже если у нас мы прекрасно понимаем, осознаем, пока нет возможности выступать на международных стартах, то это, еще раз повторюсь, неоценимый опыт для нашего поколения, для ребят этой возрастной группы, для того, чтобы прости и дальше, идти вперед и создавать здоровую конкуренцию основной команде. Второе золото дагестанской команде принес тяжеловес из Махачкалы Саид Гайрбеков. Хозяева ковра претендовали еще на одно первое место, но в категории до 87 килограммов Магомед Мухтаров уступил земляку, представителю Белоруссии Абубакару Хаслаханову. Эта награда высшей пробы стала единственной для зарубежных гостей. Бронзовые медали в копилку дагестанцев положили Магомед Мусаев и Магомед Нуров. Вслед за хозяевами в общем зачете расположились классики из Санкт-Петербурга, Ростовской области и Москвы. Всех победителей турнира поощрили денежными премиями в размере 100 тысяч рублей. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Это были все новости на сегодня. Всего доброго. До скорых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok